Друзья, всем привет! Вы смотрите первый видео авторынок, с вами компания RDM Import и сегодня в нашем обзоре машина практически эталон того, что можно сделать. И у нас в компании такие автомобили тоже частые гости. Мелочь, но приятная. Да, цены все-таки выросли. Подобного мне видеть не доводилось. В нашем сегодняшнем обзоре речь пойдет про бюджетный автомобиль, который можно купить до 1 миллиона рублей. Да, цены все-таки выросли. Это надежная машина, она бывает и вправо, и в леворульном варианте, и отличается хорошим запасом пространства внутри для своего класса. Речь сегодня пойдет про Nissan Note в кузове E11. Небольшое лирическое отступление. Компания RDM Import, как вы знаете, работает в сфере реализации поддержанных автомобилей. А находимся мы в городе Новосибирске. Этот вопрос довольно часто звучит в комментариях. У нас в наличии всегда большое количество автомобилей от 150 единиц, проверенных и с гарантией. Если вы надумали приобрести себе поддержанный автомобиль, вы можете смело обратиться к нам. Контактный номер телефона будет указан на экране. Это мой личный номер. Пишите, звоните, задавайте вопросы. Либо приезжайте в гости. Я с удовольствием поработаю с вами и подберу вам достойный экземпляр. Конечно, на дворе 2024 год и большая часть досок объявлений завалена свежим кузовом Note E12. Поколение, которое уже официально не продавалось в России. Такие автомобили только праворульные и насчитывают большое количество модификаций. И у нас в компании такие автомобили тоже частые гости. А первое поколение модели E11 увидело свет в далеком 2005 году. Выпускался автомобиль до 2013 года, если говорить о российской версии, и до 2012, если говорить про его японскую модификацию. Это тот вариант, когда версии для российского и внутреннего японского рынка существенно различались в плане агрегатов. На российском рынке Note можно было купить с младшим мотором 1,4 литра на 88 лошадиных сил в сочетании с МКПП. Более мощный двигатель 1,6 литра на 110 лошадиных сил сочетался с автоматом либо механикой. Привод у российских Note только передний. Праворульные японские версии имеют под капотом полуторалитровый двигатель на 109 лошадей, если говорить о самой популярной модификации. Сочетается такой мотор с вариаторной коробкой передач для переднего, либо с автоматом для полного привода. Да, такие версии тоже были. Также у японцев была и версия High Performance с намеком на спорт. 116 лошадей с полуторалитрового мотора. Сегодня у нас в руках экземпляр 2012 года выпуска Японец полторашка, 109 лошадиных сил, вариатор и передний привод. Самым примечательным в этом Note является его пробег 83 тысячи километров. Здесь даже ограничители дверей до сих пор держат, причем это касается водительской двери. Из Японии некогда эта машина заезжала с пробегом всего 30 тысяч километров, а накатать успела не так много. Ну а теперь переходим непосредственно к обзору модели. Сама компания-производитель именовала этот автомобиль микровэн, намекая на большое количество пространства в салоне. Габаритные размеры Note 1-го поколения, длина 4 метра 2 сантиметра, ширина 1,69 метра, а высота 1,53 метра. Колесная база 2,60 метра. Радиус разворота 4,7 метра. Это маневренный автомобиль. А снаряженная масса 1090 килограмм. Далеко не запредельный показатель. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, родная краска для Note 1-го поколения будет варьироваться в пределах от 80-85 до 105-110 микрон. Встретить подобный автомобиль в заводском окрасе довольно нетривиальная задача с поправкой на возраст и на тот факт, что некогда, когда эти машины завозились из Японии, на аукционах покупались авто с минимальным пробегом, но с некими кузовными дефектами, которые, конечно, приходилось впоследствии устранять. Что касается ржавчины, Е11-й кузов держится неплохо. Эти машины отнюдь не лидеры рейтинга гниющих авто. Тем не менее, с поправкой на кузовные ремонты в прошлом автомобиля имеет смысл осмотреть его на подъемнике дополнительно, что мы и сделаем через несколько минут эфирного времени. Ну а теперь переходим к багажному отделению. Багажник здесь оснащен электрозамком, плюс в данном случае присутствует камера заднего вида в отдельном корпусе в цвет. Внутри мы видим одно из ключевых отличий между европейской и японской версией. В большинстве японских автомобилей присутствует фальшпол, благодаря которому вы получаете ровную поверхность при опрокидывании спинок заднего дивана. На большинстве европейских нот Е11 подобного мне видеть не доводилось. Проем багажника у этого автомобиля практически не сужается. Ширина в средней части 100 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши 67. Ну а если убрать фальшпол, высота багажника составит 93 сантиметра. Длина по полу 65, а ширина в узкой части 99. При сложенных спинках заднего дивана полезная длина увеличивается до 143 сантиметров. Максимальная длина груза, которую можно перевести здесь, уперев его в переднюю панель, 2 метра 40. Что касается удобств по багажнику Е11, то здесь есть всего пара моментов. Это плафон освещения справа с принудительным включением и пара крючков с одной и с другой стороны, на которой можно подвесить пакеты. Под фальшполом в данном случае у нас скрывается докатка и штатный инструмент. Ну а теперь про интерьер Е11. На самом деле эту машину не зря именуют микровеном. Места здесь действительно много. Это касается и запаса пространства над головой, и в целом ощущения сдавленности тут не возникает. Сидения интересные. С одной стороны, они имеют четко выраженную боковую поддержку. Это касается и спинки, и подушки, и очень неплохо фиксируют тело в поворотах. Вместе с тем, водителю положен еще и отдельный откидной подлокотник посредине. Плюс, в отличие от современных европейских авто, сидения здесь мягкие, и это очень сильно ощущается. Сидеть удобно. Что касается регулировок. При росте метра 86 мне удалось устроиться за рулем удобно. Рулевая колонка имеет регулировку только по наклону, но она подпружинена. Когда вы снимаете стопор, руль не валится вам в руки. Мелочь, но приятная. Диапазон регулировки водительского сидения, конечно, мог бы быть и побольше. В данном случае, отодвинувшись максимально назад, я все равно остаюсь сидеть с согнутой в колене левой ногой. Так что у человека более высокого роста здесь уже могут возникнуть вопросы. Регулировка сидения по высоте также присутствует. Пластик передней панели и дверных карт здесь, конечно, жесткий, как подобает бюджетному авто, но довольно молчаливый. Руль пластиковый, но абсолютно не скользкий. Удобной формы, правда, немного великоват по современным меркам. Кнопок здесь минимум. Стандартный блок стеклоподъемников на дверной карте, регулировка и складывание боковых зеркал, кнопка включения экономичного режима и корректор фар справа. Подрулевые переключатели фиксируемые, удобные, тянуться к ним не нужно, все на своем месте. Ну, а блок климат-контроля прост и понятен. Есть небольшой дисплей, авторежим и одна климатическая зона. Все клавиши очень крупные, и промазать по ним, не глядя на ходу, будет достаточно затруднительно. Кнопка аварики располагается в удобном месте. Поблагодарить соседей по потоку всегда получится. В данном случае, еще с Японии, автомобиль пришел с двухдиновой магнитовой с экраном, на которой выводится картинка с камеры заднего вида. Минус один вопрос по маневрированию. Селектор коробки передач, а в данном случае это вариатор привычной формы с кнопкой блокировки и прямой прорезью. Впрочем, и на леворульных автоматных вариантах селектор не слишком отличается. Комбинация приборов, читаемая вместе с тем, изящная, если речь идет про японскую версию. Живости ей добавляют белые циферблаты и хромированные ободки окантовки, спидометра и тахометра. Указателя температуры здесь нет, только сигнальные лампы, а указатель уровня топлива приютился между ними, как электронный одометр. Что касается бардачков, подстаканников и прочих моментов, посредине к услугам водителей пассажира длинная ниша, куда можно сложить много разной мелочевки, включая, например, мобильный телефон. Два подстаканника расположены не слишком удобно перед селектором коробки передач, но они есть. Над ними 12-вольтовая розетка, правда, в данном случае вместо прикуривателя обычная пластиковая заглушка. Есть дополнительный небольшой отсек над магнитовой, опять же, для полезных мелочей, либо для мобильного телефона. Сама передняя панель имеет зону, которую можно охарактеризовать как полку. Если бросить сюда нескользящий коврик, что-то там может разместиться. Крышка бардачка здесь довольно интересная. Она содержит внутри себя открытый карман. Ну а основной объем бардачка здесь, по меркам компактных автомобилей, огромный. Бардачок очень глубокий, и дотянуться до его задней стенки проблематично. А вот внизу дверных карт здесь лишь узенькие кармашки, куда разместиться либо что-то бумажное наподобие буклетов, либо тряпочки для протирки. Что касается обзорности, единственная претензия к этому автомобилю это невидимый капот. В остальном машина практически эталон того, что можно сделать. Очень низкая линия остекления, столь же низкая линия передней панели. Боковые зеркала, несмотря на то, что они небольшие, информативные, так что перестроения в потоке дадутся без каких-либо вопросов. Что касается пространства сзади, при колесной базе 2.60, можно было предполагать, что колени при моей собственной регулировке будут контачить со спинкой сидения. Так, собственно говоря, и выходит. Спинка здесь только кажется мягкой, поскольку под тканевой обивкой находится уже непосредственно каркас сидения. Так что контакт этот не назвать особо приятным, поскольку поперечина здесь оказывается ровно посредине вашей голени. Подушка заднего сидения выше передних. Она довольно короткая и, кстати, более жесткая, чем переднее сидения. Никакого подлокотника по центру в данном случае нет, но гнезд для ремней три. Так что три человека здесь поедут по заводу. Тоннель на полу есть, но он небольшой высоты и слишком мешать среднему пассажиру не будет. Угол наклона спинки в данном случае нельзя отрегулировать. Это один-единственный фиксированный вариант и посадка здесь довольно вертикальная. Правда, при этом места над головой все равно остается достаточно. Обзорность в боковые окна имеется, линия остекления все столь же низкая и под правую и левую руку. Соответственно, у пассажиров, сидящих по краям, будет опора в виде подлокотника, который здесь жесткий, но обтянут тканью. Никаких дополнительных карманов в данном случае не предусмотрено, исключая один-единственный сетчатый кармашек на задней стороне пассажирского сидения. А да, есть еще крючок, на который можно подвесить нечто весом до трех килограмм. Что касается двигателя, под капотом этого нота установлен полуторалитровый HR-15D. Это алюминиевая рядная четверка с распределенным впрыском топлива цепным приводом ГРМ, который выдает 109 лошадиных сил и отличается завидной живучестью. Гидрокомпенсаторов здесь, кстати, нет. Регулировку клапанов предписано выполнять раз в 100 тысяч километров пробега путем подбора толкателей. На практике далеко не все сталкиваются с необходимостью это делать. Этот двигатель отличается от версии 1.6 на европейцах в основном рабочим объемом. Даже мощность практически такая же, разница 1 лошадиная сила. Объем заливаемого сюда масла небольшой 4,3 литра вязкость 5w30. Здесь присутствуют фазовращатели и практически нет каких-то смертельных болячек. Даже ресурс цепи ГРМ на таких двигателях это под 200 тысяч километров пробега. Попрекнуть этот агрегат можно разве что плохим доступом к свечам и катушкам. Для их замены придется демонтировать впускной коллектор, причем делать это каждый раз. А также мелкие неприятности со стороны ремня приводоспомогательных агрегатов. Надо сказать, что даже вариаторная КПП, которая в данном случае соседствует с двигателем, отличается неплохим ресурсом и при нормальном уходе проедет свыше 250 тысяч километров. После чего ее можно заменить на контрактную, причем не задорого. Коробки нередкие. Ну а теперь о ценах на подобные автомобили. На момент подготовки этого выпуска нам удалось обнаружить самый дешевый Nissan Note E11, находящийся в продаже в радиусе полутысячи километров от города Новосибирска за 430 тысяч рублей. Автомобиль 2007 года, левый руль механика. Самый дорогой экземпляр в том же радиусе поиска на данный момент тарифицировался в 980 тысяч рублей. При выборе подобного автомобиля обращайте внимание на оригинальность пробега. Немалая доля экземпляров подвергалась корректировке одометра. Это актуально и для лева и для праворульных автомобилей. Только вот способы проверки оригинальности пробега здесь могут несколько разниться. Цену этого конкретного экземпляра уточняйте по телефону. Телефон будет на экране. В случае, если этот автомобиль еще будет находиться в продаже к моменту выхода сюжета. Но даже если он уже найдет себе нового владельца, не расстраивайтесь, вариантов у нас много. Дорожный просвет этого кузова по каталогу 145 миллиметров, во всяком случае, версии для японского рынка. По факту, так оно и есть. Под защитой моторного отсека 15 сантиметров. Край переднего бампера находится в 18 сантиметрах от асфальта. До поддомкратника за передним колесом 17. Задняя часть порога находится в 21 сантиметре от асфальта. А задний бампер в 26. Задний свет здесь очень короткий и выхлопная труба практически не свисает за этот габарит. Геометрическая проходимость задним ходом у автомобиля отличная, передним вполне приемлемая по легковым меркам. Ну а теперь переходим к осмотру снизу. Передняя подвеска у автомобиля классика жанра. Это Макферсон. Шаровые опоры в данном случае меняются по задумке производителя вместе с рычагом. Никаких болтовых соединений. У этого автомобиля электрическая рулевая рейка. И это хорошо. Никаких вопросов по протечкам. Контролировать придется только люфт и стук. На этом экземпляре все в порядке. Стабилизатор поперечной устойчивости расположен на подрамнике. Причем так, что добраться до его крепления без демонтажа подрамника, увы, не получится. Рутинная процедура замены втулок здесь будет более трудоемкая. Из хорошего по сравнению с некоторыми моделями Honda, такими как Fit или Freed, эта машина выезжала из ворот завода с некоторой антикоррозийной обработкой по днищу. Конечно, по большему счету это в основном шовный герметик, но на самом днище автомобиля ближе к порогам, тем не менее, есть следы обработки. Причем явно старые. А вот центральная часть это просто окрашенный металл без каких-либо дополнений. Надо отдать должное для машины 2012 года, кузов этого Note сохранился очень хорошо. Даже минимального ржавого налета на днище и порогах в данном случае не видно. Та же благоприятная картина в плане отсутствия коррозии наблюдается здесь и в задней части в районе топливного бака. Бак здесь пластиковый, его объем 45 литров. Задняя подвеска у Note E11, простая здесь балка, два крупных сайлентблока и втулки на амортизатора. Амортизаторы пружина стоят отдельно друг от друга, выходить из строя здесь практически нечему. Передние тормоза в автомобиле дисковые, а вот задние барабанные. На конкретном экземпляре мы также не видим следов коррозии и в районе задней части кузова. Тазик багажника, усилитель бампера, задние лонжероны. Все это абсолютно не тронуто. Легкий жизненный налет здесь присутствует только на элементах выхлопной системы. На этом наш обзор подошел к своему логическому завершению. Напоминаем, у нас был автомобиль 2012 года выпуска, японец с пробегом 83 тысячи километров. Если обзор понравился, оказался полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если же вы рассматриваете другие варианты автомобилей, очень может быть, что обзор на такую модель уже есть у нас на канале. Воспользуйтесь поиском или просто полистайте ленту. Спасибо за просмотр и хорошего дня. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok